На западе Казахстана набирают обороты за бастовка, работники нефтяных компаний требуют улучшить условия труда, а другие жители же на Узена сетуют на высокий уровень безработицы. Тем временем в комитете уголовной исполнительной системы продолжают отрицать факты пыток мирных граждан. Почему силовые структуры, противоречия сами себе и даже выступают источниками распространения фейков? Если вы кто-нибудь что-нибудь проговоритесь, не обижайтесь, потому что прокуратура уедет, суд пройдет, ну а мы останемся. В Таджикистане сейчас проживает более 12 тысяч беженцев из Афганистана. Практически все они надеялись перебраться в западные страны, однако этим мечтам не суждено было сбыться. Сейчас эти люди вынуждены вливаться в местное общество. Как живут эти люди и почему, несмотря на почти общий язык, они стремятся уехать из Таджикистана? Я очень надеюсь, что мне с детьми помогут в ООН перебраться на запад, где у нас будет хорошее будущее. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкесской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Итак, на западе Казахстана продолжаются массовые акции протестов, в которых участвуют тысячи человек. Работники нефтяных компаний требуют улучшить условия труда, а другие жители Жана Озина сетуют на высокий уровень безработицы. В акциях протеста участвуют как мужчины, так и женщины. Но решение, которое устроило бы всех, до сих пор не найдено. Подробности у Даурена Хайрогельзина. Жители Жана Озина протестуют больше двух недель. Они требуют решить проблему занятости. В городе, построенном около 40 лет назад для разработки крупного месторождения нефти, людей больше, чем вакансии. Тупиковая ситуация вынуждает их выходить на улицы. Мы требуем создания дополнительных рабочих мест, чтобы тысячи горожан могли трудиться и зарабатывать на жизнь. Поэтому мы обращаемся к вам, господин Токаев, чтобы вы посодействовали в решении этого вопроса. О растущей безработице в Жана Озине люди говорят годами. Наряду с этим нефтяники, что уже при деле, сетуют на несправедливую оплату труда. Поэтому эпизодически требуют увеличения оклада и дополнительных преференций. Выстрый диалог с руководством о рабочем удается не всегда. В 2011 году подобная забастовка обернулась массовым кровопролитием. И повторения тех событий не хочет никто. Где правительство? Почему даже после 17 дней нашей забастовки они ни разу не появились в Жана Озине? На днях сюда приезжал глава Казмунайгаза Алик Айдарбаев. Мы разговаривали с ним, а чиновники из правительства нас даже не слышат. Почему они не желают говорить с народом? Волна протеста разрастается. К бастующим в Жана Озине присоединились нефтяники других предприятий Мангастауской области. Накануне глава региона Нурлан Ногаев даже обратился к участникам митинга с призывом к мирному диалогу. И предложил вновь сесть за стол переговоров. Мы должны и будем создавать новые достойные рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся, но не сразу. Для этого нужно время. По его словам, компания «Озин Мунайгаз» планирует трудовустроить 150 безработных жителей Жана Озина и принять на работу в сервисные учреждения еще 150 человек. Но это лишь капля в море, говорят митингующие. Например, есть большой завод. Если все его сотрудники не выйдут на работу, предприятие остановится. Они профильные специалисты и они добиваются повышения зарплаты, потому что без них завод работать не будет. И поступление денег прекратится тоже. Поэтому их требования удовлетворяют. А нам, всем остальным, что делать? Нам тоже нужна работа. Довольно неожиданно о проблеме Жана Озинцев заговорили в Сенате. По словам депутатов, за последние 30 лет население моногорода выросло с 60 до 100 тысяч человек. И дефицит рабочих мест создает социальную напряженность. Несмотря на то, что официальной причиной протеста в январе стало подорожание газа, основная проблема Жана Озина – безработица. На ее фоне растут в цене продукты питания, снижается социальный уровень. Десять лет назад была схожая ситуация, которая закончилась трагедией. И уже тогда люди выходили на площадь, в том числе из-за нерешенности вопроса занятости населения. По данным Алдашева, запасов нефти в Жана Озине осталось примерно на 40 лет. И о том, что будет с городом после, нужно думать уже сейчас. Народный избранник предложил наладить в Жана Озине производство и ремонт изделий для нефтесервисных организаций. Это обеспечит работой местных жителей. Но сколько для воплощения этой идеи понадобится времени, Алдашев не уточнил. А бастующий требует перемен уже сейчас. Даурин Хайригельтин, Ганизат Успанов, Настоящее время, Азия, Казахстан. В Казахстане заведено 178 уголовных дел по фактам пыток задержанных, которых подозревают в участии в массовых беспорядках. Такое заявление сделали представители Генеральной прокуратуры. Всего же в надзорные органы поступили 363 жалобы на действия правоохранительных органов. Тем временем в Комитете уголовно-исполнительной системы продолжают отрицать применение пыток. Тимур Ермашев пытался разобраться, почему силовые структуры противоречат сами себе и даже выступают источниками распространения фейков. Массовым вбросом недостоверной информации назвали в Комитете уголовно-исполнительной системы многочисленные свидетельства о пытках, которым подвергаются задержанные после январских событий. По словам председателя КУИС Жаната Ешмагомбетова, многие заключенные поступали в изоляторы уже с телесными повреждениями. В связи с январскими событиями в следственные изоляторы всего поступило 267 человек с телесными повреждениями. Из них 33 прошли стационарное лечение в городских больницах. Все остальные получали лечение в условиях медицинских частей и учреждений, но при этом их регулярно обследуют гражданские медики. Совсем другие данные приводят представители Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, в общей сложности к ним поступило 363 жалобы на пытки задержанных. По 178 инцидентам были возбуждены уголовные дела. Двумя днями ранее их было 173, то есть число подтвержденных случаев растет. В производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозвольных методах следствия. Специальными прокурорами принято в производство 8 дел. Среди них инциденты с задержанными на стадионе Динамо-Ватрау, заявления Батарбаева, несовершеннолетнего Езбулатула и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области. А также иные факты, вызвавшие общественный резонанс. Жители Алматы Саята Адильбекулы тоже били в следственном изоляторе. Однако в тот момент помещение, в котором его держали, было арендовано Министерством внутренних дел у Комитета уголовно-исполнительной системы. По факту, сотрудникам системы исполнения наказаний он был передан уже после пыток. С его слов, полицейские запугивали задержанных перед судом. Имейте в виду, завтра они придут, и они будут задавать различные вопросы. Чтобы вы никто здесь не упомянул, чтобы вообще вы забыли, что вас здесь кто-то бил, что вас здесь кто-то пытал. Этого вообще ничего не было. Имейте в виду. Если вы кто-нибудь что-нибудь проговоритесь, не обижайтесь, потому что прокуратура уедет, суд пройдет, ну а мы останемся. Сейчас сразу несколько общественных организаций продолжают работу по сбору информации о пытках задержанных во время январских событий. Правозащитница Бахаджан Туригожина вместе со своими коллегами тоже изучает свидетельства потерпевших. Но пока не готова озвучить точное число жертв произвола силовиков. То же самое касается и числа погибших. Уже прошло больше месяца, ну почти больше месяца, новых данных именно по количеству погибших они не озвучивали. Но если именно смотреть эти цифры, которые у нас есть по погибшим, то на сегодня понятно, что количество погибших будет больше, чем 227 человек. Кстати, распространением недостоверной информации занимаются и представители власти. Как стало известно, сообщение о двух обезглавленных полицейских в Алматы оказалось фейком. Несмотря на то, что об этом преступлении говорил и бывший градоначальник, и даже президент. Однако заместитель начальника департамента полиции на своей страничке в фейсбуке ответил одному из пользователей, что никто из его подчиненных не был обезглавлен. Позже, правда, он этот пост удалил. Тимур Ермашев, Павел Ингельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. К нам в эфир присоединяется правозащитник Сергей Дванов. Сергей, здравствуйте. Давайте начнем с забастовок. Они на западе Казахстана набирают обороты. Почему, как вы думаете, ни власти, ни нефтегазовые компании не идут навстречу рабочим, не выполняют их требования? Ну, это старая история. В общем-то, вся история Казахстана полна вот именно такими моментами, когда власти публично заявляют о желании идти навстречу рабочим, создают какие-то комиссии даже, выносят какие-то решения. Но ВОЗ и ныне там ничего не сдвигается с места. Ну, видимо, в этой ситуации власти будут говорить о том, что идет общее подорожание цен на газ, сложная экономическая ситуация. И поэтому такие вопросы быстро не решаются. Потянут до весны. Ну, а там как получится. Я даже не знаю, как этот вопрос будет решаться. Меры большой нет, что что-то сдвинется. Ну, это вообще такая очень опасная, на самом деле, ситуация. Как вы думаете, к чему все это может привести, если стороны не придут к компромиссному решению? Мы ведь все помним, что январские протесты начались именно на западе Казахстана. Да. Этот регион у нас особый. Здесь особая ментальность населения и, так сказать, очень высокий дух протестности, свободного такого отношения к этим моментам. Значит, я думаю, что это, безусловно, приведет к новому всплеску протестности. Люди опять выйдут на митинги протеста. Возможно, даже будут беспорядки. Но беспорядки у нас, как правило, происходят тогда, когда власти этому способствуют, когда они их провоцируют. Так что вы правы. Эта ситуация очень тревожная. И, скорее всего, лосям придется как-то ее разрешать. Иначе протесты не обязательно будут. Давайте теперь поговорим о пытках. Генпрокуратура заявляет о возбуждении 178 уголовных дел по фактам применения пыток. А вот Комитет уголовно-исполнительной системы пытки вообще отрицает. Говорит, все свидетельства это неправда. Почему эти ведомства противоречат друг другу? Как вы думаете? Сложно сказать, почему они между собой не могли согласовать цифры. В целом, конечно, здесь может быть такая ситуация, что СИЗО, который находится в подчинении уголовной исполнительной системы, там содержит заключенных, вернее, заключенных, а... Все нормально. Возможно, в этом состоит игра. И они, ну, как бы говорят, в глазах общества получается, что в наглую врут. Потому что я это слово прямо сознательно выделяю. Потому что по-другому общество сегодня не воспринимает. Давайте все-таки глядеть на события происходящие в Казахстане глазами не политиков, не, так сказать, интеллигентных людей, а простого народа, который видит, как их сыновей, отцов, братьев избивают, причем жестко избивают. Это пыточная система, она сродни гестапо и НКВД. Но при этом высокопоставленные чиновники заявляют, о чем вы говорите, у нас нет никаких пыток. Понимаете? То есть люди вот в лицо говорят, как говорят, на голубом глазу, и зачеркивают те факты, которые общество видит. Это поразительная ситуация. Сергей, правильно я вас понимаю, вы говорите, что КУИС перекладывает ответственность на других, на другие органы. Я не говорю, что он перекладывает, он просто делает такую фигуру умолчания. По факту, вот, их приводят в камеру, здесь они ночуют, мы их содержим, мы их охраняем. Дознаний же они не проводят, то есть с этим работают другие. И поэтому, возможно, они этим пользуются и заявляют о своей, как бы, ситуации. Это хитрость такая, некая. Ну, это мой взгляд, и, возможно, я не совсем точно все понимаю, но, так сказать, специалисты могут это оценить более трезво. Хорошо, я вас понял. Хотя, да, со своей стороны, я хочу сказать, что вот многие сегодня в обществе ужаснулись, узнав, что в Казахстане применяются пытки. Но ведь 30 лет, это массово, понимаете, и люди ужаснулись. А до этого это был один факт, другой факт, и как-то это проходило незаметно. Вот эти события, они как бы оголили этот нерв. Какое внимание это? Ваша мысль понятна. На прямой связи с нами был правозащитник Сергей Дуванов. Всего доброго. Спасибо еще раз. До свидания. К другим темам. Узбекистан и Швейцария договорились создать новый многосторонний трастовый фонд. Он будет под контрольной организацией Объединенных Наций. Фонд будут использовать для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовных дел в отношении Гульнары Каримовой. Перечислены туда деньги, направят на социальную сферу. Исключительно для улучшения благосостояния народа Узбекистана. О механизме работы фонда Минюст Узбекистан опубликовал официальное разъяснение. Механизм управления фондом будет состоять из представителей Швейцарии, Узбекистана и Организации Объединенных Наций. Таким образом, Швейцария и Узбекистан будут вовлечены во весь процесс реституции. Фонд будет способствовать достижению цели устойчивого развития в Узбекистане. Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана. Эти проекты будут осуществляться организациями системы ООН, участвующими в фонде в сотрудничестве с различными партнерами-исполнителями. Идею создания фонда поддержали в Коалиции правозащитных организаций по возврату конфискованных активов Гульнара Каримова. Однако там считают, что процесс возврата и последующий расход средств требует прозрачности и подотчетности. В Коалиции отмечают, для предотвращения хищения возвращенных средств в процесс должны быть также привлечены независимые аудиторы и местные активисты гражданского общества. Под угрозой конституционные права граждан, говорится в документе. Авторы обращения просят прекратить преследование журналистов и правозащитников. Властям также следует остановить разработку закона об иностранных агентах, считают инициаторы обращения. Джибек Бегалиева продолжит. Авторы обращения говорят о массовых атаках на свободные СМИ. Речь идет не только о преследовании журналистов, но и о новом законе об иностранных агентах, по примеру того, что действует в России. О том, что подобный закон необходимо принять и в Кыргызстане, заговорили депутаты парламента. Скандальный документ уже пытались принять представители прошлых созывов Джугор Кукинеша, однако после возмущений гражданского сектора документ отклонили. Теперь на фоне разговоров, что такой закон все-таки нужен, в стране заговорили о беспрецедентном давлении на СМИ. На самом деле, одновременно такой атаки на свободные медиа никогда не было. Раньше на отдельные издания подавали в суд, но так, чтобы массово взламывали аккаунты журналистов, возбуждали против них уголовные дела, проводили митинги у их редакции, такого не припомню. В последние, когда Кыргызстане следили, авторы также требуют прекратить уголовные дела в отношении независимых СМИ. Это процесс против независимого сайта «Кактус» и дело против журналиста-расследователя Булота Тимирова. Журналисты и редакции, которые делают расследования, да и обычные журналисты, теперь всегда находятся в напряжении. Мы постоянно тревожимся, проверяем компьютеры, смотрим, не зашел ли кто в офис. Это нехорошо. Власть должна обеспечить безопасность всех граждан, в том числе журналистов. Свободные медиа не враги властям. Наоборот, мы помогаем им и хотим с ними сотрудничать. Все усилия, направленные на борьбу с журналистами и правозащитниками, авторы обращения предлагают тратить на решение других злободневных вопросов. Урегулирование ситуации на границе, отток рабочей силы из страны и многое другое. Под обращением подписались десятки журналистов и редакций. Официальной реакции на заявление от властей пока не было. В Таджикистане сейчас проживает более 12 тысяч беженцев из Афганистана. Практически все они надеялись перебраться в западные страны, однако этим мечтам не суждено было сбыться. Сейчас эти люди вынуждены вливаться в местное общество. Как живут эти люди и почему, несмотря на почти общий язык, они стремятся уехать из Таджикистана? Я очень надеюсь, что мне с детьми помогут в ООН прибраться на запад, где у нас будет хорошее будущее. В Московской области в последние дни участились рейды на мигрантов. Об этом в редакции радио ОЗОДИ сообщили трудовые мигранты из Таджикистана. По их словам, за последнюю неделю стало гораздо больше проверок и задержаний таджикистанцев со стороны полиции. Правозащитники усиления рейдов связывают с недавним нападением на продуктовый магазин в Истрии с участием мигрантов. Тогда там погибла продавщица. По данным правозащитника Мухаммаджона Собирова, за последнюю неделю в одной только Истрии задержали около сотни человек. Нынешние облавы, по его мнению, похожи на своего рода месть правоохранительных органов в управлении МВД по Истринскому району. Причину массовой проверки мигрантов комментировать отказались. Между тем, вице-премьер правительства России озвучил неоднозначные данные по трудовым мигрантам. По словам Марата Хуснулина, привлечение трудовых мигрантов попросту выгодно для российской экономики. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. То есть давайте примем решение, без мигрантов будем работать. Тогда давайте мы зарплату, средняя зарплата по стране сегодня 50 с лишним тысяч, а у строителей 40 с лишним. Давайте доведем зарплату до средней как минимум. А если хотим привлечь в это, увеличим тогда зарплату. Таким образом, официальное лицо российского правительства признало ранее озвученное правозащитниками дискриминационное, порой и рабское положение трудовых мигрантов в России. США официально отказались поддержать фронт национального сопротивления в Афганистане. Об этом на встречу и в Американском институте мира заявил специальный представитель США по Афганистану. Более того, Томас Уэст призвал и другие страны не оказывать поддержку оппозиции талибов. Речь Томаса Уэста была посвящена итогам полугода правления талибов в Афганистане. Спецпредставитель США высказал обеспокоенность тем, что группировка может повторить ошибку, которую уже совершала в 1996 году. Тогда талибы после захвата столицы так же, как и сейчас, не сформировали правительство, представляющее разные народности и политические силы страны. В итоге это привело к гражданской войне. Но тем временем телеканал Аль Джазира сообщает, что за последние полгода власти США из 40 тысяч заявок афганцев на эвакуацию обработали лишь тысячу. Об этом телеканалу сообщили в службе по иммиграции гражданства США. В службе пояснили, что в результате были одобрены лишь 130 заявок, а 930 отклонены. Я напомню, власти США с момента захвата власти в Афганистане талибами запустили специальную программу для афганцев, которые опасаются за свою безопасность. Предполагалось, что эта программа облегчит приезд афганцев, которые сотрудничали с иностранными, военными и организациями в период их 20-летнего пребывания в Афганистане. В Таджикистане сегодня проживает более 12 тысяч беженцев из Афганистана. Практически все они надеялись перебраться в западные страны, однако этим мечтам не суждено было сбыться. Сейчас эти люди вынуждены вливаться в местное общество. Сделать это проще всего через центр для бюджетов. Я очень надеюсь, что мне с детьми помогут в ООН перебраться на запад, где у нас будет хорошее будущее. Так как я одна с детьми, мне приходится тяжело. Раньше мне помогал отец из Афганистана, но у него сейчас нет такой возможности. Большинство из 12 с лишним тысяч афганских беженцев в Таджикистане приехали сюда задолго до прихода к власти талибов. В надежде затем перебраться в более развитые и богатые страны. Но сделать это непросто. Для переезда в ту же Канаду по госпрограмме нужно найти соотечественников, у которых уже есть вид на жительство в этой стране. Они должны оплатить переезд и обеспечить проживание семье беженцев в течение года. Поиски благотворителей могут... ...можность не только получить специальность, которая может пригодиться за границей, но и изучить иностранные языки. Я закончила таджикскую школу и отучилась в местном педагогическом университете на бюджетной основе. Сейчас я работаю преподавателем в этом центре при управлении по делам беженцев ООН. Мухаммад Хасан приехал в Таджикистан с женой и тремя детьми два года назад. Все это время его семья ходит на курсы английского языка, так как заняться больше нечем. По словам Мухаммад Хасана, он хочет уехать в ЕС, США или Канаду, так как в Таджикистане не видит для себя перспектив. Даже с сертификатом о прохождении различных курсов работу найти в Таджикистане очень трудно, сетует мужчина. Сюда ходят и мои дети. Они ежедневно учатся с 5-6 часов вечера. Я с 11 утра до часа дня. Учебные центры для беженцев работают под патронажем ООН и сотрудничают с местными госорганами. Поэтому курсы бесплатные. Но получение сертификата не дает гарантию трудоустройства. Средняя зарплата по стране сегодня составляет всего 120 долларов. Если брать среднюю цифру за 20 лет, у нас в год проходят курсы от 600 до 800 детей-беженцев. Они здесь бесплатно получают несколько специальностей. Несмотря на все трудности с трудоустройством, образовательные центры пользуются популярностью среди беженцев. Это не только доступ к бесплатным знаниям, но и возможность встречаться и общаться друг с другом. Анушер Вонарипов, Насим Исамов, Таджикистан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютьюбе. Мы встретимся с вами завтра. В то же время всего доброго. После морского путешествия в Камбоджу единственное, чем хочется заниматься по приезде, это не заниматься ничем вообще. Здешние поезда способны перенести в далекое прошлое, в блистательные времена королевства Кхмеров. Здесь, на самом большом озере в Юго-Восточной Азии, свое жилище можно взять и переместить собственными руками. Прокатиться в открытом вагончике и навести красоту прямо на рынке. Поезд — это то, что надо. Монди же без проблем забрала все инвестпроектированные вот эти квартала. Я понимаю, что это инвестпроект приоритетный, но все равно надо было хоть сколько-то оставить кварталов, чтобы местные предприниматели чем-то могли заниматься. Они хотят оптимизировать, понимаете? Они предприятия подрядчика нанимают на заготовку, на разделку. Перед въездом в Женстан там будка стоит. Собрались, закрыли дорогу. А сейчас мы абсолютно не уверены в завтрашнем дне. Всем привет! Это Донбасс Реалии и я Оля Теребенская. Целый ряд западных СМИ сообщает, по информации спецслужб США, Россия почти завершила подготовку к вероятному масштабному вторжению в Украину.